Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и это мой муж, Женя. Вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас необычный выпуск распаковка товаров из Китая. У меня есть друг, который прислал мне из Благовещенска очень много еды китайской, и сейчас мы будем вместе с вами открывать посылку. Тебе страшно? Нет, почему? Мне дико интересно. Тогда держи. Классно, что у нас появился друг из Благовещенска, который через дорогу от Китая. Он еще и врач. Еще и врач, тем более. Андрей, привет! Если ты смотришь этот ролик, спасибо тебе большое. Мы, наконец, добрались до твоей посылки. Ну, давайте. Первое вот это. Что это такое? Это похоже на пластик. Посмотри. Ну, здесь написано, что это крекеры. Крекерс. О-о-о! Вот, но они какие-то необычные, естественно, крекеры. Цветные. Да, цветные. Сегодня мы поиграем в угадайку, а в следующий раз мы запишем прям реально, что это есть. Сейчас мы записываем первые эмоции, вообще первый раз видим эту продукцию. Вот, и будем говорить, что мы вообще об этом думаем. Ты вам зря шушишь. Да, я зря шушу. Будем говорить, что об этом думаем, а в следующий раз, когда нам дадут разъяснительную бригаду вообще, что где что, мы вам расскажем, соответственно. Короче, я думала, что это пластик, а Женя говорит, что это крекеры, но они прикольные. Ну, здесь написано крекер. Дальше. Какая-то палка. Она похожа на колбасу для кошек. Знаете, такое лакомство для кошек есть? Да-да-да. Так, доставай ты теперь. Так, давай я достану вот эту какую-то остренькую штуку. Тоже похоже на кошачью еду. У нас и аквы такие же примерно пакетики, только этот еще и завакуумирован. И это, судя по всему, что-то с перцем. А здесь есть, кстати, английское. Aroma machan classic chinese food. Мало что понятно. Вот так вот это выглядит, но мне кажется, что это соус острый какой-то. А мне кажется, что это курочка. А, может быть, типа снэков. Потому что здесь нарисована курочка, и это для, типа, баров какая-то история. Снэч. Теперь я достаю. Давай. Это орешки, или изюм, или жучки какие-то, что-то такое. Да, мне кажется, это какой-то арахис, или, может быть, на него что-то похоже. Здесь по-английски ни слова, по-русски, естественно, тоже нет. Нарисован какой-то малыш. И если нарисован малыш, может быть, это не острое. Значит, это можно есть детям. Да, значит, это можно есть детям, хотя неизвестно, можно ли это есть русским детям. Андрей нам прям разложил дома все вот эти штучки, сфоткал, подписал, насколько мог. Поэтому мы посмотрим, потому что это такое. Опять. Это то, что было в начале. Я теперь, ну давай я вот эту вот штуку достану, потому что их много. Это какой-то пудинг. Маленький, розовенький. У меня клубника. В какой-то молочной реке плывет. Если вам видно, не знаю. Вот так вот это выглядит. Как будто одноразовые сливки, вот как у нас продают. А тебе страшно это есть? Не, мне дико интересно. Моему желудку страшно, но мне интересно. Надо сразу позвонить гастроэнтерологу. Ой, аж. Здесь благословение. Я дошла. Я дошла. Это что-то они тут упаковали. О, это зефирки. Причем сразу, которые можно жарить на костре, да? Судя по всему, потому что они на шпажке, можно их будет поджарить. Акви очень интересно. Но зефирки похожи на наши, как бы привычные зефирки. Да, да, только они посыпаны еще, судя по всему, сахаром. Любительница коробок и распаковок, естественно, их не кидает. Ой, это что-то интересно. Так, это уже, причем открыто немножко. Но здесь, наверное, не буду открывать. Это что-то острое с кунжутом. Это орехи. Нет, это какой-то сушеный. Тут и орехи есть, и какая-то еще сушеная штука, похожая на какую-то колбасушку. По-русски написано, посмотри. По-русски написано, и правда. Приправа с перцем и арахисом. Приправа с перцем и арахисом. Я такой первый раз вижу, если честно. Причем состав у нее перец, кукурузный крахмал, арахис, кунжут, соевое масло, сахар, соль. Так, это, я не знаю, это похоже на фотки, похоже на шашлык на шпажке. Но мне кажется, что это какое-то вяленое мясо, наверное, нет? Вот, вот так вот это выглядит. Тоже в вакууме. Да. Кстати, клево, что они эвакуируют вот эти вещи. Мне кажется, нашим производителям бы тоже следовало бы это сделать. Смотри, чак-чак китайский. Прям чак-чак, но это, наверное, какой-то воздушный рис, мне кажется. Да, да, это из воздушного риса чак-чак. Я хочу вот так попробовать. Быхты. Да. Михуасу. Михуасу. Давай. Будем знакомы. Взял рак. Вот такой вот рак. А что это на самом деле? Производитель Джанг Фа. Очень длинное слово. Вот это вот все одно слово. Судя по всему, перевод с китайского. Долонхя. Вот это. Будем думать, что это краб. Рак. Нарисован рак, значит, это рак. Моя очередь. Прости, прости. И чурчхелла. О, чурчхелла по-китайски. Мне кажется, что это пастила, потому что в этом это пастила. Здесь нарисованы яблочки. Вот. Да, у меня тоже нарисованы яблочки. Сто процентов это пастила. Ну, посмотрим, умеют ли наши азиатские друзья делать трушную пастилу. Моя очередь. Так, ты только что доставала. Так, я достаю вот такие вот штуки. Это вообще непонятно, что. Похоже на... Мармелад, мне кажется. Мармелад, да. И они все три разные. Один в кунжуте, один белый, другой зеленый. Будем пробовать. Какая-то треугольная штучка. Ну, это тоже с малышом, как я доставал, только другого вкуса. Ну да, как какие-то смеки, чипсы детские. Вот, как вот это. Да, вот. Так, еще. О, это, я кажется, знаю. Мы такие покупали в России. Да, да. Это у моего друга покупали, но они были японские. А это китайские? А это китайские. Это конфетки такие. Мочи они, по-моему, называются, да? Может быть. Мочи. 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 Да, я покажу. Вот так вот. Да. Я достаю какой-то пакет, вообще непонятно. Но мне, если честно, кажется, что это чай, как будто. Ну, в крайнем случае... Нет, не чай. Там что-то какое-то плотное. Интересно угадывать вообще, что дай-ка я посмотрю. Так. True Foods сайт у них. Это единственное, что написано не на китайском. Еще есть 98 цифр, наверное, грамм. Надеюсь, это не единый, сколько тебе жить осталось, потому как ты это съешь. Причем даже рисунка никакого еды нет. Здесь изображен просто какой-то город с кучей людей. И все. Ну, вот это вот больше всего вызывает вопросов. Давай. Так. Я достану вот это. Это маба. Какая-то, наверное, жвачка. Да? Жвачка. Со вкусом апельсина. Тоже ни слова по-нашенски. Будем пробовать. Надеюсь, пломбы не вылетят. Опять какая-то кошачья колбаска. Ну вот тут даже нарисовано то, что тут зеленая оболочка. Внутри что-то белое, посмотри. Да, ну мы уже примерно такой доставали, только с другим вкусом, поэтому поедем дальше. Так, вот это вот очень сильно запаковано. Ну давай, доставай, раскрывай. Так, это тоже какой-то пудинг, судя по всему. Я бы подумала, что это мороженое, если бы он не лежал в коробке. Клубничным fried milk cake. Это, оказывается, кейк. Причем ложка вообще у нас таких никогда не было. Ложки, она микро, еще и плоская. Классно. А он должен быть замороженный, что ли? Ну, не знаю. Очень интересно. Может, короче, будем пробовать. О, это конфетки с президентом. Или кто это, не знаю. Какой-то президент, может быть, конфеточные фирмы. Ну, там мужик на логотипе просто. Может, он просто прохожий. Ну, в общем, да. Смотри. Да. Фирма работает, кстати, с 88-го года. Специальный локальный продукт Шанхая. Нет, Шиньянга. Сначала Шанхай прочитал, потом Шиньянг. Доставай. Живите с этим, в общем. Так, дальше, дальше, дальше. Это тоже какая-то завакуумированная штука. Поэтому у меня есть бонусный. И это огромная семечка. Прикиньте, у них семечки. Тоже завакуумировано. Причем, что самое интересное, здесь есть варианты употребления. Дома перед телеком девушка сидит, лузгает семечки. Второй вариант в поезде, уже в компании. Это прям для России продукт делали. И третий вариант дома в компании. Причем сначала девушка одна перед телеком, в поезде вдвоем. И дома уже втроем. Да, очень интересно попробовать китайские семечки. Интересно, они отличаются от наших или нет? Они, шурш, как будто погремушка там внутри. Тоже завакуумировано, классно. Они еще, судя по всему, с каким-то соусом. Потому что здесь, или может это какой-то арахис. Мне кажется, это карамель. Нет, карамель, точнее, да, карамель. Сладкие семечки? Стружки у нас есть. Но вот семечек сладких я, честно, не встречала. Так, продолжаем нашу распаковку. Я теперь достаю. Так вы чувствуете себя в раю уже. Любительница. Нарисован китайский повар. И больше ничего. Я не знаю, что это такое. Но как будто бы... Порошок там какой-то. Порошок какой-то. Может быть, это какая-то специя? Непонятно. Дайклеп, смотрим. Очень интересно. Давай предположим, что это горчить. Но китайский повар максимально серьёзен. Точно горчица. Так. Вообще непонятно. Может быть, сухая горчица же бывает, правильно? Поэтому может и сухая горчица. А может и кофе, например. Почему нет? Так, поехали дальше, чтобы не достать. И это наш вариант Роллтона. О-о-о! Это ты я знала. Это со вкусом, естественно, перца, мяса. Я покажу. Вот так это выглядит. Я вот это попробовать хочу быстрее. Да, я тоже очень хочу попробовать. И это соевый соус. Премиум Хадай Сизон Сой Соус. Написано и нарисован омар или креветка. Не знаю, что это по-китайски. Но вот такая вот штука. Здесь по-русски, кстати, тоже написано. Даже способ хранения есть. А, что это? Премиальный соевый соус. Класс. Премиальный. Но он в пластику, кстати. Но был вам стеклян, бы не доехал. Ну да, да. Есть такая вероятность. Еще лапша. Но я не буду сильно много времени удивлять. Она просто с большим вкусом. Своя и две лапши. Скорее всего, с свининой. Так, прошлая была с говядиной. Так, и вот это вот по-русски написано «продукт готов к употреблению». И больше ничего. Нет, это вешенка степная острая название продукта. Это грибы, получается. Да, это грибы. И, блин, классно, слушаю. Тут такие веселые грибы. Какой-то довольный мультяшный китаец. Есть не страшно. Щедрая лукошка написана. Страна происхождения – Китай. Срок хранения – 12 месяцев. Та-дам! Главное, чтобы ты, когда их съешь, не был такой же веселый потом. Я когда достал, сначала подумал, что это свиные уши. Вот еще. Такое же. Здесь уже по-русски тоже вешенка. Это с другими специями. Дальше у нас какие-то снеки с кисочкой. По-русски ни слова. Поэтому, наверное... Надеюсь, это не кошачья еда. Наверное, это какая-то курица или свинина. Почему мы не сняли эту распаковку раньше? Я бы Формулу-1 в воскресенье со снеками смотрел. Так, теперь моя очередь. Вот это мы уже доставали с деловым китайским поваром. Поэтому убираем. Вот здесь вот куча каких-то маленьких пакетиков. Тоже, кстати, я вижу, что они с деловым китайским поваром. Аромат у нас еще здесь такой образовывается, необычный. Как в китайской провинции. От этих всех пакетиков. Знаете, когда вот заходишь в любой наш магазин, в отдел вот с этими снеками, там тоже присутствует какой-то аромат этих снеков. Хоть они и все упакованы хорошо, но при этом все равно что-то чувствуется. У тебя есть два товара. Здесь у нас то же самое. Так. Мне кажется, это какие-то специи. Посмотрите. Это 100% специи. Опять с этим деловым шеф-поваром. Да, но они уже по-другому выглядят. Да, они по-другому выглядят. Ни слова по-русски. China. Time Honor Brand. Ну да, это... Ну я думаю, что это специи. Бренд, выдержанный временем. Так. И здесь вот уже, кстати, другой китаец. Он немножко как будто бы обижен. По выражению лица. И... Laung Ma. Я надеюсь, что это какое-то варенье. Если честно. Потому что оно вот так вот выглядит. Специи, мне кажется, нам уже достаточно на... Долгое время вперед. Я бы хотела попробовать китайское варенье. Да, я бы тоже очень хотел. Причем вообще непонятно с чем оно здесь. Как будто бы варенье из-за чайной заварки. Да. Он выглядит так. Так, я достаю. У меня здесь два вот таких вот пакетика. Это точно специи. Здесь нарисована курочка. Думаю, что это... А, даже вот есть картинки. Высыпаешь этот пакетик в миску, обжариваешь курицу и жаришь ее потом на плите, на сковородке, на микроволновке, в духовке. Классно. Здесь хотя бы есть инструкция. Так, дальше поехали. И я беру сушеные перцы. Скорее всего, они чрезвычайно острые. Да. Я уже по внешнему виду вижу то, что это... Ну, вот эти 45 грамм хватит, мне кажется, на жизнь. Всю жизнь. На среднестатистическую жизнь британской королевы. Потому что очень много и, скорее всего, очень остро. Так, еще специи. Уже с имбиром. Еще специи для мяса, я так думаю. Вот. Еще они. И какая-то курочка. Что это такое? По консистенции как будто крупа. Ничего не написано. А, гранулированный куриный бульон. О! Ну, то есть, это просто берешь... Вот здесь вот есть рисуночки и китайские подписи. Вообще непонятно, но это можно делать в ковшике. Можно делать в какой-то приспособе китайской непонятной. Можно делать в маленьких стаканчиках. Можно в тарелке. Можно просто накрыть. И можно в банке. Короче, куча вариантов китайского куриного бульона. Я хочу сказать, что у тебя на завтра есть обед. Главное, чтобы у меня желудок из чата не вышел. Так. Опачки. А здесь у нас это что это такое? Это какой-то люля, что ли? Надеюсь. Это снеки на маленьких шпажках. Сейчас я покажу. Вот. Здесь прям шпажки такие. Не зубочистки, а именно шпажки. И это прикольно. Да. Интересно, это надо жарить или нет? Очень интересно. Мне кажется, это уже готово к употреблению. В чем прикол? То, что здесь у них на логотипе девочка, которая выкидывает пульт от PlayStation, чтобы, судя по всему, поесть быстрее эти снеки. Еще одни есть? Надеюсь, она потом руки помоет. Это уже с котиком опять. Это уже у нас было. Тоже каким-то другим вкусом похоже. И последнее. Ой, там у нас масло накапало. Что-то, что-то там протекло. Вот. Это у нас какие-то плоские снеки. Мне кажется, отсюда масло, наверное. Хуанда Джунфуд. Посмотри, что это может быть. Я уже сейчас чувствую запах Роллтона сейчас. Да, да, да. Вот сейчас прям пошло. Пошло. Ну да, какие-то в виде пластинок, снеки. Скорее всего, это, ну, что-то или курица, или... Ну, написано зато 100% healthy. Значит, это прям здоровая еда. Ну, видно же, да, то, что здоровая еда. Так все и представляют здоровую еду. Здоровая еда все время в вакууме хранится. Ну, вот такой у нас набор получился. Мы это все будем пробовать, снимать видосики, потому что мы не знаем, что это такое. Никогда в жизни не ели. Будем пробовать вместе с вами. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы быстрее открыли и выложили. Да. Мы будем ждать. И если все будет хорошо, если нас не увезут на скотой, мы с вами увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok